Государственная поддержка химической промышленности будет увеличена. Перед предприятием Метрис стоят задачи освоить новые виды продукции и в разы увеличить экспорт. Реализовать эти планы поможет программа импортозамещения. Перспективные проекты сейчас выбирают и в недавно созданном фонде развития промышленности. Будущее российской химической индустрии представители федеральных министерств обсуждали в Новочебоксарске. Наградообразующим предприятиям сейчас реализуют новую стратегию. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Несмотря на непростую экономическую обстановку, химическая отрасль вырывается вперед. Спрос на российскую продукцию повысился и за рубежом. По итогам прошлого года экспорт в разы превысил импорт. Индекс промышленного производства составил 103,9%. То есть это достаточно существенный рост в сравнении с другими отраслями. Мы утвердили в январе 2016 года уже новую актуализированную стратегию развития химической и нефтехимической промышленности до 2030 года. Одной из точек роста на краткосрочную перспективу мы выделяем в том числе это и производство кальцинированной соды. Инвестиционные проекты реализует и предприятие республики. Только на химпроме в ближайшие годы намерены увеличить выпуск ацетона, анила и хлорметана, а также создать совершенно новое для России производство гипохлорита кальция. Этот реагент использует золото добычи для нейтрализации цианидов, но закупать его приходится в Китае. Городообразующему предприятию уже удалось потеснить конкурентов на зарубежных рынках. Мы начали конкурировать с Китаем на рынках европейских и ацетононил, хлорофорум, метиленфлорид, Индия, Пакистан и другие страны. Но самое главное, мы в этом году подошли к тому, что мы начали конкурировать с Китаем на его рынке. И у нас сейчас появились проекты, где мы обсуждаем с китайцами, где они заинтересованы переместить производство сюда, для того, чтобы поставлять на китайский рынок. На химпроме, отмечает председатель кабинета министров, расписана поэтапная стратегия развития. Первые крупные инвестиционные проекты здесь начали реализовывать в прошлом году. В 2014 году произошла девальвация рубля, более доступны стали внутренние и внешние рынки по химической продукции химпрома. И, соответственно, это дало возможность уже собственникам принимать решения по такой практической реализации проектов. А в перспективе наградообразующим предприятиям планируют привлечь более 900 миллионов рублей инвестиций. То, что мы сейчас увидели в рамках тех проектов, которые здесь презентованы, это действительно мы видим проекты, которые уже вот-вот будут завершены и совершенно реальными результатами. В принципе, сейчас для предприятия понятно определяться в рынках и действительно рассчитывать на какие-то меры поддержки. Чтобы решить вопрос о каких-то таможенных режимах, по поводу налоговых режимов по НДС, эти вещи вполне можно обоснованно заносить. Перспективные проекты выбирают и в Федеральном фонде развития промышленности. Тем, кто проходит отбор, помогают привлечь льготные кредиты. В этом году объемы финансовой поддержки будут увеличены. Сейчас на нее претендуют и предприятия республики. На сегодняшний день от республики 15 предприятий заявило о очень сложности 25 проектов. Из них два проекта заявила компания Химпром, где, собственно, мы сегодня находимся. И один из проектов по производству глифосата, он прошел все стадии, получил одобрение. Но в силу, так скажем, меняющейся ситуации на рынке, да, то есть компания взяла паузу. В прошлом году было 20 миллиардов федеральных субсидий, как бы в виде займов выданы. И в этом году у нас будет порядка 23 миллиардов выданы. На федеральном уровне готовы оказывать и поддержку предприятиям, делающим ставку на модернизацию. Сейчас высокий износ оборудования – главная проблема отрасли. Предприятие, которое уделяет развитию и внедрению новых технологий, реализации новых проектов, для республики приоритетное. Соответственно, мы всегда взаимодействуем. Мы с Павл Химпромом, у нас как раз в этом направлении есть ряд проектов. Само состояние промышленной безопасности за последние два года, да, видна тенденция, динамика. Собственник предприятий вкладывает определенные финансы в промышленную безопасность. То есть это экспертизы, здания, сооружения, трубопроводы, технические устройства, замена оборудования. Рентабельность продукции химических предприятий страны будет увеличена в ближайшие годы, уверены эксперты. В городе Спутники реализация инвестиционных проектов поможет создать более 200 новых рабочих мест. Дмитрий Ковалев, Эндрис Передонов, Республика.